Ну что, уважаемые господа, давайте, может быть, начнем уже, потому что время 11.02, самое время начать. Так, я вижу, я тут подписан под ником супруги, наверное, с этим связана небольшая задержка в подключении меня. Наверное, не сразу идентифицировано. Да, да, Алексей, вас пытались. Если можно, да, перейти, пожалуйста, потому что я, честно говоря, не помню, как это делать. Ну, во всяком случае, так сказать, хорошо, что нашлись. Я, с вашего позволения, тогда начну. Дело в том, что сессия, наш вебинар, который мы сегодня проводим, очень важен, он очень интересен, потому что разговор на тему финансирования экспорта, содействия и расширения бизнеса в том или ином регионе – это всегда вопрос о каких-то практических моментах. это вопрос развития бизнеса, помощи людям, это вопрос развития межгосударственных взаимоотношений на фоне развития бизнеса и так далее. Когда мы говорим о Черноморском регионе, понятно, здесь все исторические параллели сразу приходят на ум. Сразу мы понимаем, что это очень важный регион как для России, так и для других стран, которые тоже являются членами черноморского сообщества. Ну, естественно, даже для стран, которые не имеют прямого выхода к Черному морю, все равно развитие отношений и, прежде всего, деловых контактов вот в этом регионе играет очень важную роль. Ну, достаточно сказать, что вот именно этот регион – это такой мостик между Европой и Азией, в западной терминологии между этими двумя континентами, в нашей все-таки между двумя частями света, в одном большом евразийском континенте. Но, тем не менее, пусть это будет тем немногим, что нас разделяет, на самом деле интересы здесь общие. Нужно развивать бизнес и, соответственно, без диалога, без развития, в том числе и государственными структурами, и деловыми структурами отношений, наладить хороший бизнес, честно говоря, очень сложно. Примеров в истории, чтобы вот одно было, значит, не очень хорошо настроено, я имею в виду политические взаимоотношения, а бизнес работал хорошо – немного. Но, тем не менее, в меняющемся мире, может быть, бизнес за собой будет вытаскивать все остальные противоречия, сглаживать их и, соответственно, помогать находить какой-то общий язык. С такой вот преамбулой я бы уже перешел бы к непосредственно нашей дискуссии. Скажу, что у всех, кто подключился к этой трансляции, но не является ее участником, будет возможность задать свои вопросы. Эта возможность предусмотрена организаторами данного форума, вебинара. Но сделать это можно, естественно, в письменном виде, в печатном, в чат Zoom. Вы можете свои вопросы направить. Традиционно, последние минут 15-20 на таких мероприятиях отводятся как раз для ответов на вопросы наших зрителей. Мы это тоже с удовольствием сделаем. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Да, ну, у нас наша сегодняшняя дискуссия пройдет в очень авторитетном составе. Я сразу представлю участников дискуссии. Заместитель министра финансов, управляющий Черноморским банком торговли и развития Тимур Максимов. Дмитрий Панкин, президент Черноморского банка торговли и развития. Нона Каграманьян, руководитель исполкома деловой России. Владислав Бармичев, директор департамента регулирования внешней торговли Минпромторга. Айдар Гашигулин, торговый представитель России в Турции. Надежда Заблотская, директор по финансовым продуктам для финансовых институтов Российского экспортного центра. Никита Кондаков, директор по взаимодействию с институтами развития и поддержки экспорта металлургической продукции Российского экспортного центра. Леонид Сидоренко, директор департамента промышленности Черноморского банка торговли и развития. Лариса Монастырли, директор департамента финансовых институтов ЧБТР. Метин Мете, генеральный директор Хаят ЛС, турецкая компания. Олег Шуткин, заместитель генерального директора группы компаний Хевелл, это российская компания. Вот нам мнение наших уважаемых представителей бизнеса будет особенно интересно, потому что здесь именно в обсуждении со всех сторон, что нужно улучшить для того, чтобы с помощью банка, с помощью представителей госорганов специально создан для того, чтобы помогать бизнесу, развивать отношения в данном случае в этом регионе. Мы сегодня об этом и поговорим. Вначале хотел бы слово передать изместителю министра финансов Тимуру Максимову, наверное, с обоснованием, почему на взгляд Министерства финансов, на взгляд управляющего банком от России, сегодня интересно поговорить на эту тему. Тимур Игоревич, прошу вас, с вас предлагаю начать. Спасибо большое, Алексей. Доброе утро, уважаемые коллеги, участники нашего вебинара. Я рад всех приветствовать, и мне особенно приятно, что вот сегодня мы можем видеть такой существенный, значительный интерес со стороны представителей реального сектора к этому региону и к деятельности банка. Алексей абсолютно верно сказал, что это уникальный институт с точки зрения географии операций. Другого такого просто нет. Российская Федерация является одним из крупнейших акционеров данного банка. Кроме того, по принципу ротации на нынешний период мы также занимаем должность председателя правления президента банка Российской Федерации. Дмитрий Владимирович Панкин от Российской Федерации сегодня возглавляет этот банк. Мы недавно, кстати, с Дмитрием Владимировичем встречались и обсуждали, какие практически шаги необходимо было бы сделать совместно, чтобы российский портфель в банке продолжал расти и чтобы возможности российского бизнеса по выходу на внешние рынки в рамках данного региона укреплялись. Я хочу сказать, что банк действительно уникальный, он работает с частным сектором, в отличие от некоторых других международных банков развития. И его фокус на такой прикладной характер работы, он очень заметен в тех результатах, которые банк показывает. Широкая линейка инструментов, такая необычная география операций, все это создает уникальные возможности для того, чтобы ими пользовались представители российских компаний. Еще один важный момент. Банк сегодня занимает достаточно активную роль с точки зрения формирования новой повестки. Все вы, наверное, хорошо знаете, что сейчас идет активное внедрение новых стандартов инвестирования, это касается и социально-экологической ответственности. И банк здесь тоже в передовиках и активно внедряет эту повестку в свои инструменты и помогает компаниям перестраивать свои модели работы с тем, чтобы вот этот сегодняшний спрос со стороны потребителя, он был отражен уже с помощью банка, с помощью его финансовой поддержки, вот в таком плавном переходе от одной модели работы в другую. Это определенные возможности создает для наших компаний, я хочу, чтобы, может быть, сегодня в рамках нашего вебинара мы тоже этот вопрос обсудили. Еще один важный момент отмечу, мы тоже недавно его обсуждали с Дмитрием Ивановичем, это вообще новая концептуальная роль международных банков развития, это абсолютно уникальный инструмент с точки зрения фондирования участников рынка, в новой реальности. В реальности, в которой процентные ставки, обычные коммерческие процентные ставки на рынке, они опустились до таких уровней, что банкам развития уже тяжело объективно конкурировать с обычным коммерческим предложением. И вот эта необычная ситуация создает определенный вызов для банков и, может быть, как-то по-новому фокусирует мандат этих банков именно на развитии, на влиянии на те изменения, которые должны происходить в реальном секторе. Это очень важный момент, потому что сегодня компания из реального сектора в принципе безразлична, где кредитоваться на рынке или в банков развития, потому что уровень ставок сегодня сопоставим. Но дальше включаются другие элементы, которые играют не менее важную роль в бизнес-моделях как банка, так и компании. Это очень важный аспект, я сказал уже о части этой повестки, повестка ESG, есть еще более широкая повестка, связанная с социально-экономическими эффектами от деятельности таких институтов. Я надеюсь, что сегодня все это также будет в фокусе нашего внимания. Еще раз хочу всех поприветствовать на сегодняшнем вебинаре, считаю, что это очень правильная идея организовать его. И я надеюсь, что по итогам мы сможем сделать какие-то практические выводы, потому что мы как раз сейчас в банке находимся в такой стадии активного обсуждения новой среднесрочной стратегии деятельности ЧБТ. И я бы очень хотел, чтобы результаты сегодняшней дискуссии мы также бы инкорпорировали в тот документ, который планируется к утверждению управляющими во втором полугодии этого года. Спасибо большое за внимание, рассчитываю на плодотворную работу. Спасибо большое, Тимур Игоревич. Думаю, что так и будет. И тоже вы, пожалуйста, если будет желание, прям вклинивайтесь в разговор с какими-то комментариями, если это потребуется. Но сейчас бы у Дмитрия Владимировича Панкина хотел бы спросить, как он оценивает важность нашей сегодняшней дискуссии, на какие моменты он бы предложил обратить внимание. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, прошу вас, вам слово. Спасибо, Алексей. Доброе утро всем участникам, очень рад видеть. Ань, ты зум видишь? Алло. Уважаемые коллеги, да, да, если кто-то не выступает, пожалуйста, выключайте звук, а то мы иногда все слышим, все, что происходит в эфире, иногда это бывает очень комично. Ань, идет отслеживание. Да, это вот, наверное, коллеги из «Деловой России», так сказать, здесь пока. Пока слышны вместе с Дмитрием Владимировичем, пожалуйста, отключите звук. Дмитрий Владимирович, начните, пожалуйста, еще. Еще раз спасибо, Алексей. Хотел бы, прежде всего, выразить признательность Тимуру Игоревичу Максимову за открытие нашего вебинара и за активную поддержку его проведения. Также очень важна наша совместная работа с нашими государственными ведомствами, Минфином России, Минпромторгом, также с Деловым сообществом «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, которые помогали и участвовали в организации этого вебинара. Я думаю, вы знаете, вот основной момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, в принципе, продолжить вот эту мысль Тимура Игоревича о том, что в нынешних ситуациях банки должны что-то придумывать новое. Просто сказать, что дайте там дешевые деньги на длительный срок и задавайте меньше вопросов, это клиенту, это уже, ну, не работает. У нас действительно уникальный институт развития, участвуют такие разные страны. И вот основную задачу сегодняшнего вебинара я бы и видел в обсуждении поиска новых интересных идей, новых моделей. Что надо бизнесу, чтобы помочь выйти на внешние рынки? Как вот такие международные институты развития могут стимулировать создание новых проектов, выход на внешний рынок? Может быть, здесь какая-то подготовка, помощь в отработке экологических стандартов. Вот сейчас очень модные вот эти все эти экологические социальные стандарты и внедрение в бизнес. Может быть, необходимо какое-то содействие на межгосударственном уровне в продвижении экспорта, в установлении контактов, связей. То есть, вот посмотреть, как мы можем помочь бизнесу в достаточно сложной нынешней международной обстановке. Так что, я хотел бы пожелать успехов всем участникам нашего вебинара. И надеюсь, что мы действительно сможем найти какие-то новые идеи, новые мысли для развития бизнеса. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Тоже, если есть желание, в дискуссии участвуйте активно, если потребуется какой-то комментарий. Надеюсь, что и вопросы еще будут. Да. Ну, а сейчас, собственно, хотел бы передать слово и Ноню Каграманяну, руководитель исполкома Деловой России, Нону Саядовну. Вот теперь вот слово Деловой России. Ну, отлично. Спасибо, уважаемые коллеги. Действительно, хочется дискуссии, хочется послушать бизнес, посмотреть, какие проекты и процессы могли бы быть весьма интересны именно на уровне черноморского экономического сотрудничества. Как вы знаете, с 2017 года Деловая Россия решением правительства уполномоченно представляет интересы национальных деловых и общественных структур в Деловом совете УЧС. Это накладывает на нас определенную ответственность, и большой ряд мероприятий мы уже реализовали, и мы хотели бы еще больше, но тем не менее, понятно, что есть очень серьезный ряд проблем в реализации именно экономического сотрудничества на этой платформе, и я об этом чуть позже расскажу. Я отмечу, что Деловая Россия последовательно выстраивала тесные партнерские связи с ведущими бизнес-объединениями региона. На сегодняшний день мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве с деловыми ассоциациями Греции, Турции, Армении, Азербайджана, Молдовы и многих других регионов, которые участвуют в соглашении. Эти соглашения придают статус официального партнерства, обеспечивают регулярный информационный обмен, работу над продвижением бизнес-проектов, проведение совместных мероприятий. В странах ОЧС действуют бизнес-послы Деловой России, наши предприниматели, которые обладают глубокими компетенциями в части продвижения интересов бизнес-сообщества на разные территории, они, в общем-то, проведя и продвигая собственные интересы, понимая путь развития, алгоритмы, проблемы, барьеры, они таким образом помогают другим компаниям, членам и нашей организации, нашим партнерам, с кем подписаны соглашения, продвигают интересы этих компаний на территории черноморского экономического ландшафта. На площадке делового совета ОЧС, ключевого органа, отвечающего за деловую повестку на уровне региона, мы продвигаем инициативу отечественных компаний в целях получения обратной связи от иностранных коллег и реализации совместных проектов. Если говорить о конкретных проектах, я их довольно много, но, тем не менее, обозначу ряд из них, которые, на мой взгляд, весьма интересные и перспективные. В то же время, понятно, что пандемия некоторых коррективов, как вы знаете, сейчас уже принято называть, внесла в их реализацию. Проект Global Roastrade в сфере электронной коммерции. Этот проект является основной его целью повышения уровня онлайн-торговли в странах ОЧС путем разработки специализированных обучающих материалов, создания электронной базы добросовестных компаний, оказывающих содействие в экспортной деятельности. Логистика, таможни, юридический консалтинг и так далее. Ну, довольно интересный инструмент, который уже, на мой взгляд, неплохо работает, и многие компании, благодаря этой площадке, уже могут понимать те барьеры, проблемы, возможности, которые есть на площадке работы на территории ОЧС. Проект по развитию винного туризма, он предусматривает создание ассоциаций туроператоров ОЧС. С одной стороны, и с другой, формирование ключевых винных маршрутов стран при Черноморье с целью повышения туристической привлекательности, укрепления деловых и культурных связей. Ну, вот, должна сказать, что эти проекты, которые связаны с такими вот передвижениями людей, они немножечко затормозились, но мы очень многие вещи смогли реализовать в онлайне, и подобного рода вебинары, они то же самое подтверждают, что коммуникация, она возможна и в случаях подобных форс-мажоров. Если говорить о взаимодействии с ЧБТР, у нас подписано соглашение о сотрудничестве в июне 2018 года, мы ведем переговоры с партнерами по деловому совету ОЧС для синхронизации повестки между деловым советом и банком. Мы обсуждаем идею привлечения представителей банка для участия в питчинг-сессиях компании стран-участниц, очень востребована экспертиза инвестиционной привлекательности проекта во формирование такого своеобразного социального лифта, в виде льготного финансирования реализации этих проектов при условии финансирования стороны других стран-участниц. При хорошем раскладе эта платформа могла бы стать своего рода фабрикой МСП-проектов, что востребовано действительно на сегодняшний день и банком, и на территории для того, чтобы бизнес, коммуникация и кооперация развивались. Эти и другие проекты мы продолжаем обсуждать в плотной связке вместе с банком и иными заинтересованными структурами. Коллеги, добавлю, что регион при Черноморье, конечно, очень перспективный, но проблем действительно очень много в реализации именно бизнес-проектов. Это и внутренние конфликты многих территорий, и это очень серьезно тормозит бизнес-заимодействие. Но при этом есть хорошие шансы в реализации собственных проектов, в развитии нашего сотрудничества с партнерскими ассоциациями, человеческого, хорошего, рабочего контакта. Спасибо, коллеги. Спасибо, спасибо большое, Нана Саядовна. Ну что, давайте тогда мы непосредственно перейдем к делу, потому что можно разбить наш разговор на несколько направлений. С одной стороны, поговорить о каких-то проблемах, сложностях, которые существуют сейчас, и, наверное, типологизация этих проблем поможет каким-то образом поработать над их разрешением выхода из сложных ситуаций, потому что есть объективные, есть субъективные сложности. Во-вторых, мы можем поговорить об инструментах, которые существуют у банков, институтов, которые должны способствовать развитию взаимных отношений, в данном случае в этом регионе. Которые мы обсуждаем. И, конечно же, нам нужно посмотреть, а есть ли какие-то, как сейчас принято говорить, кейсы, примеры сотрудничества уже работающей. Может быть, кто-то из представителей бизнеса нам об этом расскажет. Я уверен, что есть такие примеры. Ну, соответственно, там можно будет послушать и обратную связь, услышать, какие есть сложности у бизнеса, что они считают необходимо сделать в первую очередь. Ну, вот последовательно пойдем. Сначала о типологизации проблем. Поскольку мне подсказывают, что представителей Минпромторга пока нету, я бы вот сейчас слово представителю России в Турции передал бы, торговому представителю в Турции. Это Айдар Гашигулин. Айдар Аюпович, здравствуйте, слышите ли вы меня. Ну, и, собственно, я бы хотел вам задать вопрос. Вот вы человек, работающий в одном из крупнейших рынков при Черноморье. Большая страна, большая экономика. Соответственно, нам сейчас активно удается налаживать контакты деловые с представителями Турции. Они уже достаточно прочные, крепкие, чтобы там не происходило в политике. Важно, что бизнес здесь друг друга понимает. Российский, турецкий, турецкий с представителями других стран при Черноморского региона. Ну, о сложностях и об особенностях. Расскажите, пожалуйста, как вам видится эта ситуация. Добрый день, уважаемые коллеги. Сердечно приветствуем из Анкары, Стамбул. От имени торгового представительства Российской Федерации в Турецкой Республике. Хотели бы начать с общих моментов, что всегда рады принять участие в подобных мероприятиях и воспользоваться дополнительной возможностью обратить внимание на важность, как была отмечена, и перспективность российско-турецких торгово-экономических отношений. Безусловно, Черноморский регион и экономические связи в нем многогранны. При этом, думаю, все согласятся, что внешнеэкономическое взаимодействие России и Турции стоит особняком. С каждым годом это сотрудничество становится все более многосторонним, как с точки зрения экспортно-импортных операций, так и с позиций взаимных инвестиций. Мы недавно проводили ревизию инвестиционных проектов, которая показала, что инвестиции турецкого бизнеса, как крупного, так и среднего, вложены как минимум в 25 российских регионов. И что примечательно, создав одно предприятие, наши турецкие партнеры не останавливаются и при поддержке российских институтов в развитии, вкладывая средства в строительство новых производств. Один из ярких примеров – это холдинг Хаят, руководитель российского офиса, которого господин Мете принимает сегодня участие в мероприятии. Наши коллеги сначала построили завод в особой экономической зоне Алабуга, а сейчас прорабатывают реализацию нового проекта уже в Калужской области. Или пример компании «Джошкунос», специализирующейся на производстве автокомпонентов, которая расширяет свою деятельность в России, создавая при поддержке Фонда развития промышленности, Мемпромторга России, еще одну производственную линию. И таких примеров действительно достаточно. Что касается российских проектов в Турции, то их, конечно, меньше по количеству, но они носят более масштабный характер с точки зрения многомиллиардных капоксов. Хотя к флагманским проектам атомной станции «Акуюм», турецкому потоку, металлургическому заводу, Мактагорского комбината постепенно присоединяются новые. Например, это сборочное производство группы «ГАЗ» в турецкой провинции Сакария. И у этой тенденции есть явный потенциал к росту, так как высококонкурентный турецкий рынок в некоторых отраслях экономики подводит российский бизнес к необходимости локализации производства в Турции. И здесь как раз, кстати, могут оказаться очень полезными возможности и услуги финансовых институтов поддержки, в том числе Черноморского банка. Плюс, помимо этого, зарождаются перспективы совместных проектов в сферах судостроения, машиностроения, которые также могут потребовать банковского финансирования. Если говорить об экспортной тематике, то, конечно, на фоне событий последних двух лет на один из основных планов входят вопросы электронной торговли, логистики и расчетов в национальных валютах. Мы как раз-таки сейчас совместно с коллегами из Минпромторга и Российского экспортного центра занимаемся подготовкой комплексного пакетного решения для российских экспортеров по выходу на наиболее динамичный маркетплейс в Турции. И совмещаем этот процесс с подготовкой двух вебинаров для российских компаний по разъяснению требований сертификации для турецкого рынка и возможностей к торговле в национальных валютах. С нашей точки зрения это позволит диверсифицировать корзину внешнеторговых операций России и Турции и расширить структуру российского неэнергетического экспорта. В этом контексте считаем полезным подключение участников сегодняшнего мероприятия к планируемым проектам и надеемся, что они достигнут своих целей. Говоря о проблемах, в своем докладе, скажем так, о некоторых уже упомянул, можно, наверное, начать с барьеров в двухсторонней торговле. В частности, это периодически антидемпинговые расследования, различные ограничения по доступу на рынок Турции, вопросы сертификации, стандартизации. Ну и, как было отмечено, большая конкуренция внутри Турции. Ну и, конечно же, в последние пандемические условия накладываются свои определенные ограничения на взаимную торговлю, на ее снижение. В общих чертах контур российско-турецкого взаимодействия видим так, будем рады ответить на вопрос. Спасибо большое, Айдар Аюпович. Ну, уверен, что на таком большом рынке, как говорится, работы хватает. Тут сейчас вот будут вопросы, я обязательно переадресую что-то и вам тоже. Но если, так сказать, будут какие-то комментарии, сейчас мы дойдем и до представителей турецкого бизнеса, и до компаний, которые тоже в Турции работают, тоже подключайтесь, будем все вместе комментировать. Сейчас просто пойду дальше по инструментам, которые существуют, и к нашей дискуссии представителей российского экспортного центра хочу сразу подключить, чтобы, да, еще раз скажу, пожалуйста, задавайте вопросы, я вижу, некоторые уже появляются в чате, и мы с удовольствием на все на это постараемся ответить. Если вопросы адресные, если вопросы конкретные, значит, вы обязательно получите ответ. А вот теперь про инструменты, значит, ну, специально в России создавались структуры, которые должны быть такими посредниками между бизнесом и бизнесом, бизнесом и государством. В разных пространствах это можно выстраивать взаимоотношения. Российский экспортный центр, вот один из таких институтов. Надежда Заблотская, директор по финансовым продуктам для финансовых институтов. От РЭЦа у нас представлена как участник дискуссии. И Никита Кондаков, он директор по взаимодействию с институтами развития и поддержки экспорта металлургической продукции. Вот с них я предлагаю начать разговор об инструментах. Ну, наверное, Надежде Валерии мне сначала вопрос задам. Поподробнее о продуктах. У РЭЦа большая линейка, причем охватывает разные направления экспортной деятельности, от страховки до прямого финансирования. Ну и, наверное, о географии. Понятно, что все при Черноморье. Понятно, что страны так или иначе входящие вот в этот союз, в эту организацию. Ну, где здесь вот такие, может быть, интересные рэперные точки? На что бы вы обратили внимание? Что бы посоветовали представителям бизнеса, как вот представитель института, отвечающего за развитие деловых отношений? Надежда Валерьевна, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Большое спасибо за вопрос. Я, наверное, в первой части ответа на этот вопрос передам слово самому коллеге Никите Кондакова. А далее его дополню в части финансовых инструментов, потому что наша продуктовая линейка очень разнообразна. Хорошо. Никита Вячеславович, тогда вам. Спасибо. Коллеги, добрый день. Наверное, несколько слов в целом о группе РЭЦ скажу. В группу РЭЦ входят основных три юридических лица. Это сам российский экспортный центр, который занимается субсидиарной и нефинансовыми мерами поддержки. Входит строковое агентство XR, которое оказывает строковую поддержку нашим экспортерам и всячески помогает банкам реализовывать экспортно-ориентированные проекты. И Росексимбанк, специализация которого направлена на финансирование экспортных поставок российских производителей. Собственно, за 2020 год российский экспортный центр поддержал поставку российских товаров более чем на 19 миллиардов долларов США. Это различные предприятия, которые работают в различных отраслях промышленности, начиная от металлургии и заканчивая продукцией народного потребления. Основная наша поддержка, конечно, сосредоточена именно в области страховых продуктов, потому что наиболее популярный продукт, которым пользуются российские экспортеры, это страхование дебюторской задолженности, что позволяет экспортерам предоставлять комфортные условия для покупки отечественной продукции, отсрочку платежа, ну и, соответственно, увеличивать объемы разгрузов. Росексимбанк предоставляет льготное финансирование нашим экспортерам, которое направлено на реализацию, как я уже сказал, экспортных контрактов, ну и, естественно, полный спектр гарантийных продуктов. Если говорить о субсидиальной поддержке, то Российская Федерация активно обращает на это внимание, поэтому создаются различные программы по компенсации затрат, которые возникают на нелегком пути нашего экспортера. Российский экспортный центр является агентом, который помогает экспортерам данную государственную поддержку получить. Не буду вдаваться в подробности, но наши субсидиарные меры поддержки направлены на компенсацию затрат на участие в различных международных выставках, как и узкоспециализированных, так и, скажем так, межотраслевых. Также экспортер может получить субсидию на компенсацию затрат на сертификацию своей продукции на зарубежных рынках, которые пришествуют факту экспорта. Многие страны требуют в соответствии со своей регуляторикой обширную документацию, обширные сертификационные процедуры должны быть пройдены, и уже, соответственно, российский экспортный центр готов компенсировать часть данных затрат. Существуют субсидиарные меры поддержки, направленные на патентование продукции за рубежом и субсидирование также логистических затрат. Если говорить о нефинансовых мерах поддержки, мы активно работаем с торговыми представительствами в различных странах. Спасибо большое за это. Я вижу, здесь они присутствуют на сегодняшнем мероприятии. Активно ищем для наших экспортеров клиентов, как я уже сказал, используя Институт торговых представительств. Но также у группы РЭЦ есть своя сеть региональных представительств. Они находятся, это 9 региональных представительств на текущий момент, в том числе и в странах Черноморского бассейна. У нас есть представители в Турции, есть представители в Азербайджане. Ну, в основном, конечно, они также присутствуют в странах СНГ. Возвращаясь к нефинансовым мерам поддержки, одна из популярных мер – это консультация по сертификации продукции на зарубежных рынках. И продолжая разговор о финансовых продуктах, я уже затронул о том, что основная мера поддержки, особенно популярная, – это страхование дебиторской задолженности. Соответственно, Надежда, наверное, расскажет нам о других продуктах страховой поддержки, которые группа РЭЦ оказывает. А продукты для банков, скажем так. Здесь мы видим некую синергию с ЧБТР, поэтому передаю слово Надежды. Спасибо большое. В части страховых продуктов, безусловно, у нас широкая линейка. Помимо того, что мы страхуем отсрочки, которые дают российские экспортеры своим покупателям, мы также делаем привычные для международного сообщества инструменты страхования кредитов. То есть, фактически, наш страховок дает возможность банку предоставить кредит на длительный срок, и экспортное кредитное агентство закрыло риски, связанные с неплатежом по кредитному соглашению, как части основного долга, так и процентов по этому кредиту. Данный продукт очень интересен при долгосрочном финансировании, при реализации сделок по проектному финансированию, так как все-таки закрытие риска в данном случае имеет большое значение. Ну и хотелось бы сделать акцент на нашей синергии с Черноморским банком торговли и развития. В данном случае мы совместно с банком можем реализовывать несколько, на наш взгляд, направлений. Первое – это, собственно, финансирование для самого ЧБТР. Финансирование может предоставляться с баланса нашего дочернего банка, Росексимбанка, который также обладает специальной программой по финансированию экспорта. В рамках этой программы мы имеем возможность сдавать льготные ставки. Соответственно, ЧБТР, привлекая кредит от Росексимбанка по льготной ставке, может также далее на льготных условиях кредитовать своих клиентов, которые, собственно, будут приобретать продукцию российского происхождения. Второе направление, которое мы видим, это софинансирование, то есть это могут быть различного рода синдицированные кредиты, где мы совместно будем выступать с ЧБТР-кредиторами по этим сделкам. И третье направление, которое может быть, это, безусловно, страхование рисков от экспорта кредитного агентства для самого ЧБТР. То есть, если коротко, мы видим синергию в трех таких направлениях с Черноморским банком торговли и развития, и уже с коллегами прорабатываем ряд сделок, вопросов, направлений сотрудничества, которые полагаем, что в ближайшее время могут также быть востребованы нашими клиентами. Ну, я, если позволите, вам все-таки пару вопросов задам. И в надежде Валерии Никиту Вячеславовичу, смотрите, Никита Вячеславович сказал, что одна из популярных таких мер – это консультирование, пользуется спросом, я так понимаю, у бизнеса. А вот есть ли какая-то услуга, какая-то мера, которую могли бы предложить бизнес, увы, ну, она почему-то не пользуется спросом, а вам вот странно, вот это вот одна из самых, может быть, на ваш взгляд, эффективных, но почему-то невостребованных. Есть что-то такое, что осталось недооцененным? Спасибо за вопрос. Действительно такой хороший вопрос. Из-за того, что мы считаем недооцененным. Еще раз там возвращаясь, наверное, к страховым мерам поддержки, то есть там это лично мое мнение о том, что страхование дебюторской задолженности, оно там, это прям суперполезный продукт, и он позволяет реально там захеджировать свои риски неплатежа покупателя для российского экспортера. Но вот, к сожалению, многие отрасли промышленности Российской Федерации этим продуктом активно пользуются и, естественно, там получают свои беннифты за счет этого. Но, к сожалению, там довольно много экспортеров, особенно, которые относятся скорее там к среднему бизнесу и крупному, то есть не крупнейшему, они вот этим продуктом, они пренебрегают. И мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда экспортер приходит к нам уже там за консультацией, за помощью в тот момент, когда у него уже возникли проблемы с покупателем из другой страны, который банально ему не платит. и просит по каким-то там уже через торговые представительства Российской Федерации как-то повлиять еще какими-то инструментами. Но вот и мы каждый раз возвращаемся там, и экспортеры рассказываем об этом продукте, то, что за не очень большие деньги, действительно, в соотношении с тем убытком, который может произойти, это очень такие скромные деньги, можно все это дело застраховать и, в принципе, в случае наступления реализации данного риска получить выплату в страховом агентстве в нашем ВЭКСАРе, которое было создано специально российским государством именно для этих целей. То есть, наверное, пожелание там для всех присутствующих компаний, которые планируют свою экспортную деятельность, уже экспортируют, либо только строят планы по экспорту, обязательно страхуйте отсрочку платежа, обращайте на эти риски внимание, потому что мы на постоянной основе сталкиваемся с реализацией данного риска, и это добавляет головной боли экспортерам очень много. Плюс составление отсрочек платежа вашим клиентам за рубежом позволяет вам либо просто подписать экспортный контракт, убедить их, купить именно у вас, а не у конкурентов из другой страны, ну и также нарастить объемы экспорта. То есть комфортные условия по отсрочке позволят им эту вашу продукцию в дальнейшем реализовывать на своих рынках, и что позволит вам увеличить объем экспорта вашего. Поэтому, наверное, это единственное пожелание. Среди не финансовых мер, вот, наверное, наиболее актуальные меры поддержки по консультированию, они включены в наш продуктовый портфель. Как я уже сказал, наиболее популярный это поиск иностранного партнера, то есть покупателя. Это вопросы по сертификации. Плюс есть вопросы не такие популярные, но они есть, это по логистике. Ну, в принципе, когда мы создавали продуктовый портфель российского экспортного центра, мы постарались учесть все вопросы, которые возникают на жизненном пути экспортера. То есть там существует жизненный путь экспортного контракта. Соответственно, по каждому из этапов мы постарались эту услугу у себя реализовать и экспортерам всячески помощь предоставлять на любом из этапов. Ну, я так понимаю, что российский экспортный центр, в общем-то, во всех странах, которые так или иначе входят в организацию Черноморского экономического сотрудничества, вхожь, как говорится, и везде работает. Это так, да? Да, действительно так, конечно. Это ближайшие наши соседи и страны, в которые российские компании активно экспортируют свою продукцию. То есть там наш такой растущий, скажем так, партнер в плане экспорта, куда мы поставляем активную металлургическую продукцию и продукцию машиностроения, то есть и, естественно, другие страны. Никита Вячеславович, ну и такой вопрос, ну, может быть, Надежду Валерьевну добавить. А географически есть какие-то недооцененные в этом регионе рынки? Ну, я так думаю, и это логично, что понятно, что Турция, как самый большой рынок, это, наверное, одна из самых таких перспективных магистральных дорожек. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. А вот есть что-то там, на ваш взгляд, недооцененное? Вот тут странно, что, например, сюда бизнес российский не идет, а ведь мог бы. Или нет такого? Мне кажется, Армении, ну, черт, очень мало. Ну, если там смотреть на те страны, которые входят, где наличие ЧПТР, где присутствует ЧПТР, наверное, стоит говорить о Греции, там это страна, где мы, наверное, не столь широко представлены, ну, экспортеры, я имею в виду, российские. Обратить внимание стоит, наверное, на Болгарию, в принципе, тоже там страна с неплохой экономикой, но объем экспорта в данную страну у нас не столь значительный. Если говорить о странах постсоветского пространства, гражданства, Армения, куда активно наши экспортеры пытаются продавать свою продукцию, но тоже там значения не очень большие. Ну, я бы, наверное, обратил, естественно, там, да, Турция как страна с наибольшей экономикой, с наибольшей величиной ВВП, ну, и, естественно, интересно там посмотреть на Грецию и Болгарию. То есть в ту сторону следует точно обратить внимание. Наши традиционные торговые партнеры – это Грузия, Азербайджан, Молдова. Ну, в принципе, там у нас довольно прочные связи у наших экспортеров, бизнесовые и партнерские. Просто хотелось бы действительно призвать присутствующих на нашей конференции экспортеров наращивать объемы поставок в страны Черноморского региона, потому что мы со своей стороны, я уверена, что ЧБТР в сотрудничестве с нами, либо же отдельно готовы финансировать поставки этой продукции. Возникает только вопрос, что объем поставок в ряде стран настолько несущественный, что даже не возникает потребности, например, страховать эту отсрочку либо финансировать поставку. Поэтому здесь тоже хотелось бы услышать мнение аудитории, почему в конечном итоге объем экспорта в ряд стран региона настолько низкий, что является неощутимым для участников рынка. Да, да. Ну, мы попросим наших зрителей, участников дискуссии, и на эту тему тоже высказываться совершенно справедливо. Тем не менее, еще раз напомню, что российский экспортный центр – один из самых интересных, эффективных инструментов развития вашей экспортной деятельности, ну и уж, конечно, компетенции этого института развития весьма впечатляют. Спасибо большое коллеге, тоже участвуйте в дискуссии. Если потребуется что-то прокомментировать, обязательно дам слово. Продолжая разговор об инструментах, хочется, конечно, уже перейти к банку, который один из организаторов этой дискуссии, Черноморскому банку торговли и развития. Ну, собственно, слово передать, во-первых, Леониду Сидоренко, директор департамента промышленности банка, и у нас представляет сегодня банк и Лариса Монастырля, директор департамента финансовых институтов Черноморского банка торговли и развития. Уважаемые коллеги, вот я к вам сейчас с вопросами. Наверное, может быть, с Леонида Леонидовича начнем, Леонида Сидоренко. Ну, я прошлый год хотел бы узнать, как у вас прошел. Он, с одной стороны, тяжелый, с другой стороны, именно вот в такие непростые моменты нащупывают представители бизнеса какие-то новые возможности, какие-то новые формы работы, взаимоотношения с партнерами, с потребителями. И в этой связи опыт 2020 года для Черноморского банка и основные результаты, может быть, работы. Есть здесь чем-то удивить, чем-то похвалиться, может быть, на что-то обратить внимание? Спасибо большое, Алексей. Да, у меня были технические проблемы с анмьютом. Насколько я понимаю, мы по формату немножечко можем отойти от той короткой презентации 2-3 слайда, которые я заготовил, но это абсолютно приветствуется. Давайте будем работать в формате вопросов-ответов, а потом я буквально пару минут все-таки выкрою для маленькой презентации о том, как мы работаем и что мы делаем, потому что наша аудитория, это может быть небесполезно. Еще раз спасибо организаторам, ну и, естественно, участникам за возможность в таком формате обсудить наши, во-первых, существующие результаты и поговорить о том, как мы видим в себе движение дальше. Если не размазывать все широко, а говорить о результатах 2020 года, то на удивление результаты, по крайней мере, в части нашего банка, в части моей бизнес-группы оказались положительными. Ну, наверное, это является также следствием того, что, ведя работу по подготовке проектов, мы в значительном числе случаев занимаем такую долгосрочную позицию. Мы смотрим на перспективы бизнеса не в текущем моменте, а на несколько лет вперед. Это крупные транспортные проекты, инфраструктурные проекты и так далее. Вот. Если говорить коротко, запас прочности оказался очень большим. Вот. И наши опасения по поводу того, что ковид приведет к негативу. Да, естественно, мы видим, есть такое влияние. Даже, пожалуй, я бы сказал так, это относится, в первую очередь, не к российским проектам. В очень ограниченном числе случаев приходилось смотреть на текущие проблемы, проблемы с ликвидностью. Прежде всего, это те отрасли, которые относятся по определению к пострадавшим. Это авиаперевозки, аэропортовая инфраструктура. Но, тем не менее, результаты нас радуют. А говоря конкретно о российской тематике, поскольку мы все-таки находимся на вебинаре, который посвящен России, благодаря тому, как оперативное правительство, и это не просто хвалебные слова, реагировало и определило те узкие места, которые нужно поддерживать, мы видим, что удалось и экономике страны, и нашему банку выходить более-менее достойно. По крайней мере, у нас есть крупный клиент ГТЛК, государственно-транспортно-лизинговая компания, которая, естественно, оказалась в сложном положении, поскольку они работают активно с авиакомпаниями. Но, тем не менее, и запас прочности, и авторитет компании на финансовых рынках, они позволили преодолеть, как мы считаем, самый трудный период достаточно успешно. Теперь я хочу немножечко воспользоваться тем, что мне дали слово, и даже без презентации сказать, что мы, как Банк развития, естественно, традиционно занимались прежде всего долгосрочным, среднесрочным кредитованием, прежде всего в валюте. Но поскольку жизнь стоит не на месте, как было сказано в обступительном слове управляющего от России, и нам приходится нащупывать новые инструменты. К таким новым инструментам, скажем, мы относим unfunded risk participation, ну или страхование риска неплатежей по предоставленным кредитам. Это позволяет нам снизить риски клиентов, а также в соответствии с нашими политиками управления рисками, более эффективно работает на нашем рынке. Другая тенденция, которую необходимо отметить, это, конечно, поворот в сторону экологии. В формате вот этого вебинара, наверное, нет возможности рассказывать о новой стратегии банка, но я могу сказать, что называется более адресно, львиная доля тех проектов, которые были сделаны в последние два года в России, они стали возможны благодаря тому, что вопросы ECG, устойчивого развития, они были поставлены в центр угла. Более того, нам удалось мобилизовать и использовать фонды технической помощи на подготовку проектов. Более того, даже там, где это не было необходимо, вот, скажем, предэкспортное финансирование, очень крупные майнинговые компании России, они этими вопросами, ну, вынуждены, невынуждены этим занимаются, потому что одобренный на последнем совете директоров проект, он как раз и отличается тем, что маржа по кредиту ставится в зависимость от того, каким образом компания реализовывает свои KPI в природоохранной области. Есть совершенно четкая сетка, шкала, если эти KPI выполняются, происходит снижение процентной ставки, если они не выполняются, ставка может даже повышаться, то есть такой вот эффективный способ воздействия. Что касается в целом российского портфеля, благодаря тому, что внимание было большое и со стороны руководства банка этому делено, мы полагаем, что портфель развивается достаточно успешно, за последние 2-3 года он более чем удвоился, вот, и что касается новых форм, это не только техпомощь, это не только ECG, банк, несмотря на то, что он достаточно консервативен по своей структуре подготовки проектов, нашел возможность гибких форм проработки кредитных заявок, сейчас не исключение, когда от первоначальной заявки до принятия решения о финансировании срок занимает меньше месяца, как это ни парадоксально, это достаточно сжатые сроки, ну и в ряде случаев банк выступает в качестве якорного инвестора на рынках капиталов, это не просто громкие слова, организаторное финансирование просит, чтобы мы вот подставляли свое плечо, свою репутацию, кредитные подготовки, это позволяет нашим клиентам успешно размещаться на рынках облигаций, у нас есть такие примеры успешные в России, это компания COX, это компания TMK, вот, наверное, как-то так, я полагаю, что дальше, если будут вопросы, буду рад на них ответить, если возникнет по бюджету времени возможность, покажу вам пару слайдов страничек. Скажите, покажите пару слайдов, Леонид Ильич, ну вот сейчас вот можно, мне кажется, чтобы эта форма выступления была такой вот законченной, красивой, можно как бы это все зашлифовать несколькими слайдами, демонстрацией того, какие возможности есть. Сейчас мы это заполируем с помощью организаторов, если, да, спасибо. Первый слайд, ну это просто графическая картинка, те страны, где работает ЧБТР, можно плавно переходить ко второму слайду. Спасибо. Это примеры отдельных кредитных линий проектов, которые банк реализовал на конец прошлого года, вот уже упоминавшаяся компания ГТЛК, поставка оборудования для перевалочного оборудования для крупного морского порта 92 миллиона долларов, предэкспортное финансирование компании СУЭК. Здесь тоже надо обратить внимание, что тема угольная, она достаточно сложная, и каким нам образом удалось это совместить с нашей экологической программой, планами, очень просто. Наше финансирование используется на рекультивацию земель, на поставке оборудования, которое улучшает экологические деятельности предприятий. Это, пожалуй, уникальный пример, когда международные финансовые институты продолжают поддерживать угольную отрасль, но тут есть целый ряд оговорок, целый ряд нюансов, и, опять же, экологическая, прежде всего, направленность использования финансовых ресурсов ЧБТР, которая позволила это сделать возможным. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Особенность работы с Черноморским банком следующая. Для того, чтобы мы начали проработку проектов наших клиентов, нам нужен, естественно, бизнес-план, финансовый прогноз, и вот что принципиально важно пока до настоящего времени – это наличие аудированной отчетности по стандартам МСФО. Другая отличительная особенность работы с нашим институтом – это кредитная документация на английском языке. Она, естественно, может быть и двуязычной, но английский язык у нас превалирует, и, соответственно, основой для кредитной документации является английское право. Даже в тех случаях, когда производятся локальные выпуски облигаций, мы все равно подписываем с нашими клиентами отдельное соглашение, которое регулируется английским правом. Английское право, оно присутствует. Следующий слайд, пожалуйста. Основные параметры. Существующий в настоящее время лимит на одного заемщика до 90 миллионов долларов. Есть и минимальная сумма. Мы пока ее в настоящее время оцениваем как 20 миллионов, учитывая трудозатраты при подготовке проектов. Россия – страна большая, есть большие проекты. Нам сложно работать с небольшими проектами. Понятно, что мы ищем новые формы работы, что просто длинные деньги в настоящее время не являются конкурентным преимуществом на рынке, но тем не менее и исторически в настоящее время мы можем быть прежде всего полезны тем клиентам, которым нужны долгосрочные кредитные ресурсы. Соответственно, льготный период в отношении основной части долга, подавляющее большинство наших кредитов в евро и долларах, но в настоящее время уже ведется работа и с рублями. Об этом может сказать моя коллега, которая руководит департаментом финансовых институтов. И принципиально важным было то, что в последние годы у банка появилась возможность технического содействия за счет средств не клиентов осуществлять подготовку, сопровождение проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Как правило, наши кредиты в России и в других странах являются необеспеченными. В качестве залогов мы принимаем недвижимое имущество, другие активы, акции, счета, гарантии банков и компаний, хотя есть и изъятия. Если у страны операций, к которой, кстати, относятся и Россия, суверенный рейтинг имеет инвестиционные качества, мы можем рассматривать предприятия, которые являются лидерами в своей отрасли, на предмет того, чтобы финансировать их без обеспечения. Следующий слайд, пожалуйста. Я увлекся. Это был последний слайд. Поэтому это вот вкратце особенности технические работы с нашим банком, которые, ну, ряду, наверное, участников вебинара будут небезынтересны. Естественно, на ваши более конкретные вопросы мы готовы ответить. Еще хотелось также упомянуть, что вот коллеги из российского экспортного центра упоминали о своих особенностях работы и также о том, что мы начинаем взаимодействовать. Действительно, мы со стороны ЧБТР полагаем, что мы можем эффективно сотрудничать вместе, тем более, что для экспортных кредитных агентств баланс нашего банка, его рейтинг представляет большой интерес. Ну и опять же, наше присутствие в регионах, во всех странах Черноморья и наше знание рынка. Большое спасибо. Спасибо большое, Леонид Леонидович. Ну, вот будет возможность, может быть, кто-то из ваших коллег в общий чат на английском такую же презентажку бросите, потому что кому-то из иностранных партнеров, наверное, тоже это было бы с поможением, помощью такой, было бы проще это воспоминять. Да, конечно. Хотя, в принципе, вы все объяснили. Но ваш коллега Лариса Монастерли, вы уже, так сказать, проанонсировали, наверное, о более таких широких возможностях по кредитованию и особенно в рублях, может рассказать. Лариса Николаевна, вам слово хочу передать и, соответственно, дополнить вашу коллегу. Сейчас самое время. Благодарю вас, Алексей. Приветствую всех участников вебинара. Я руковожу департаментом, который работает с финансовыми институтами. Здесь мы говорим о коммерческих банках и не банковских финансовых институтах, как, например, лизинговые компании или компании, которые предоставляют услуги факторинга. И у нас есть долгосрочно установленные, долго работающие связи с рядом коммерческих банков России, которые мы кредитуем на протяжении многих лет. Почему мы работаем с банками? Потому что мы видим в банках очень надежных посредников или партнеров для нас для достижения малых и средних предприятий, для улучшения доступа к финансированию для малых и средних предприятий. У нас очень много целевых кредитных линий, которые выданы через коммерческие банки России и других стран и направлены на то, чтобы кредитовать малые и средние предприятия в соответствующих странах на различные цели, включая от оборотного капитала до капитальных инвестиций. Также мы используем посредников для предоставления средств для торгового финансирования. Обычно это более краткосрочные деньги по сравнению с кредитованием малых и средних предприятий. В России в прошлом году, например, мы кредитовали Совкомбанк, мы кредитовали компанию Европлан, это компания лизинга, которая предоставляет лизинг, транспортный средств для в основном малых и средних предприятий. И что заметно, что в последние годы спрос финансовых учреждений возрос на финансирование в российских рублях. И у нас сегодня есть возможность осуществлять финансирование в российских рублях, используя наши собственные инструменты. Мы задумываемся и о том, чтобы выпустить свои собственные облигации в российских рублях. Это, наверное, вопрос будущего, потому что мы смотрим на ситуацию на рынке, как для банка будет, чтобы ситуация была достаточно благоприятной для выпуска таких облигаций, потому что затем эти деньги мы бы хотели размещать и в проектах корпоративного сектора, и для финансовых учреждений. То есть, в принципе, это один из таких аспектов, которые бы я хотела добавить, потому что для нас банки, как я уже сказала, являются последниками для содействия торгового финансирования экспортного, предэкспортного, постимпортного финансирования, и это очень актуально в рамках того, что мы сегодня обсуждаем на вебинаре. Но еще такое небольшое дополнение, которое я бы хотела сделать. Мы работаем в 11 странах. У Леонида был первый слайд, который показывал нашу географию. Мы финансируем проекты, которые осуществляются в этих странах. И что важно для российских компаний знать, что российской компании предоставлять кредит российской компании мы можем не только на территории России. Если российская компания будет заинтересована иметь бизнес, развивать бизнес, сделать какие-то инвестиции на территории других 10 стран, которые входят в наш портфель, мы можем финансировать российскую компанию в любой из этих других 10 стран за пределами России. И это одно из преимуществ по сравнению с коммерческими банками, которые у нас есть, что сегодня мы можем работать с одной российской компанией в одной, двух или нескольких странах нашего региона. И для них это может быть достаточно удобно, иметь одно соглашение с нами, может быть разные залоги, может быть немножко разную тематику, в зависимости от того, что компания хочет делать в разных странах. Но таким образом контролировать и вести диалог с одним партнером основным, который мог бы обеспечить и помочь им в реализациях интересов в регионе. Я остановлюсь здесь, буду готова ответить на вопросы. Да, ну, соответственно, мы, в принципе, уже представление о том, какие инструменты есть у банка, поняли. Ну, про приоритеты, в принципе, вы сказали свои. Поэтому я думаю, что сейчас мы подождем вопросов наших зрителей, и тогда обязательно вернемся. Я, с вашего позволения, уже, наверное, к представителям бизнеса перейду. Почему? Потому что, как в одном нашем советском еще фильме говорил один герой, во-первых, запоминается последняя фраза, и в конце обязательно именно представители бизнеса должны сказать о том, что им нравится, в чем комфортно работать, что там, может быть, они посоветуют изменить в подходах при работе с бизнесом. Ну, так или иначе, и представители российского бизнеса, и представители нероссийского бизнеса сегодня получат слово. Хотел бы начать с господина Метина Мете, генерального менеджера Hayat LLC. Компания турецкая, компания достаточно широко представлена на российском, не только российском рынке. И опыт как раз нашего коллеги из Турции, мне кажется, очень интересным для того, чтобы понять, что, может быть, нам стоит изменить в подходах. Я имею в виду и какие-то кредитные инструменты, и в том числе ведение бизнеса в качестве такого бизнес-консультанта для наших структур этим занимающимся. Господин Мете, хотел бы вам слово передать. Расскажите о своем опыте взаимодействия с банком, взаимодействия с другими структурами, которые вам помогают. Спасибо, Алексей. Прежде всего, хочу выразить благодарность коллегам из Черноморского банка как торговли и развития за приглашение принять участие в этом вебинаре. Меня зовут Метин Мете, я являюсь генеральным директором Hayat Russia. Я не носитель языка, но я выучил русский, чтобы свободно общаться здесь, в России. Я продолжил свое выступление на русском языке. За время своей карьеры я занимал руководящие посты в продажах и в маркетинге в крупнейших и темпских компаниях в Турции и странах СНГ. Год назад я возглавил российское подразделение компании Hayat. Позвольте начать с краткого рассказа о нашей компании, чтобы составить более ясное представление о том, кем мы являемся. Затем я расскажу о нашем опыте работы с Черноморским банком и торговлей и развития. Hayat – это быстро растущая компания в области FNCG. Hayat осуществляет деятельность в сфере FNCG с 1987 года. Производит товары в категориях гигиены, бумажной продукции, бытовой химии и персональных средств в защите здоровья. На 21 заводе Ходлинга во всем мире производятся продукции под 15 сильными продуктовыми брендами. Накопив 34-летний опыт работы в этом секторе, Hayat табила с того, что стала пятим по величине производителем фирменных подгрузников в мире. И всего за 10 лет работы в сфере бумажной продукции стала крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции на территории Восточной Европы, Нижнего Востока и Африки. Hayat умеет эффективно строить бренды так, что в течение двух лет после выхода на рынок они входят в топ-2. Hayat добивается этих успехов вместе с 9000 сотрудниками во всем мире, которые усердно трудятся каждый день, сомиссии предоставят потребителям лучшие инновационные продукты. Мы в Hayat верим, что каждый человек имеет право пользоваться высококачественными продуктами, поэтому наша компания дифференцирует себя на рынке, предлагая высококачественные инновационные продукты по доступной цене. Что касается компании Kaspers, компания Kaspers началась свою деятельность в 2015 году с двумя потребительскими брендами бумажно-гигиенической продукции, папе и фамилия, всем известно, и также профессиональным брендом Focus. Под этими брендами мы производим бумажные полотенца, туалетную бумагу и салфетки, а также собственные торговые марки и куличевые национальные розницы. Я с гордостью могу сказать, что мы являемся лидером рынка бумажно-гигиенической продукции в России. Всего за три года мы стали лидером по доле рынка бумажных полотенец в конце 2020 года. Она составила 37%. К лидерстве по доле рынка туалетной бумаги мы пришли за пять лет. В декабре 2020 года она составила 29,4%. Мы поставляем нашу продукцию в 88 500 торговых точек по всей России. И 8% наших продаж приходится на экспорт в 14 стран, включающих Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию, Молдавию и другие. В основе нашего успеха лежит глубокая компания потребителя и постоянные инновации. Вот почему Хаят стал игроком, изменившим ход игры на российском рынке. С момента нашего выхода на рынок его структура значительно изменилась. Доля однослойной бумаги сократилась почти в два раза, с 38% до 20% после нас. Доля трехслойной выросла с 14% до 30%. Самыми высокими темпами растут именно премиальные сегменты. Поэтому в прошлом году мы запустили два продукта исключительного качества и положили начало новым рыночным сегментам. Это пятислойная бумага, папия Пуренсот, мы так называем, и четырехслойные полотенца с экстрактом бамбука папи-делюкш. Мы постоянно совершенствуем наши технологии и принадлеждаем инновации. У нас очень развитые направления научно-исследовательской деятельности и сильная производственная команда. За опытом наших брендов стоит грандиозная командная работа. Более чем 900 сотрудников в России. Также накопленный опыт глобального холдинга «Хаят». Мы планируем увеличить число сотрудников до 1300 к концу 2020 года с открытием третьего завода в Калуге. «Хаят» России уже имеет два завода по производству бумажно-гигиенической продукции в Алабуге. С действующими производственными мощностями мы являемся крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции из первичной целлюлозы. А третий завод в Калуге будет открыт в этом году с запуском этого производства «Хаят» станет крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России. Что касается новой инвестиции, недавно, буквально месяц назад, мы объявили о новых инвестициях в Россию в новый высокотехнологичный завод по производству бумажно-гигиенической продукции в Калуге. Это будет наш четвертый завод на территории России. То есть, третий уже в конце 2021 года, а потом четвертый тоже в Калуге. Как видите, мы постоянно инвестируем в Россию. Наш стабильный рост и достижение на российском рынке убеждают нас в том, что мы можем дать российским потребителям еще больше. Четвертый завод. Мы инвеструем 9 миллиардов рублей по строительству еще одного завода. Как я сказал, по производству бумажно-гигиенической продукции мы обеспечим дополнительную занятие для 250 сотрудников. Так что в общей сложности на производство в Калуге мы достигнем численности 600 сотрудников. С учетом этих дополнительных 70 тысяч тонн мощности, общая мощность производства санитарно-гигиенической продукции компании «Хаят» в России составит 280 тысяч тонн в год. И мы станем крупнейшим производителем санитарно-гигиенической бумажной продукции в России. Уже с открытием первых заводов в Калуге благодаря нашим предыдущим инвестициям и еще больше укрепим это лидерство с помощью новых инвестиций. Кстати, общий объем инвестиций «Хаят Холдинг» достигает 60 миллиардов рублей, а численность сотрудников – 2500, включая производство потребительских продукций, строительные и деревообрабатывающие бизнес-процессы. «Хаят Холдинг» Слышно ли меня? Да, да, господин Метейн, немножко подвисла связь. Слышно ли меня другим участникам? Я вот хочу понять, это у меня или у нашего уважаемого гостя. Да, вот сейчас вот слышу. Продолжайте, пожалуйста, извините. Немецкое учреждение по финансированию развития сокращения DIG организовало долгосрочное сфинансирование инвестиций в фабрику по производству нитканых материалов «Хаят Кемен» в Турции в размере 66 миллионов евро для увеличения возможностей вертикальной интеграции компании в 2016 году. Черноморский банк торговли и развития участвовал в этом консортировании в качестве одной из крупнейших софинансирующих организаций. «Хаят Кемен Россия» ведет переговоры с Черноморским банком торговли и развития о предоставлении долгосрочной кредитной линии для финансирования капитальных сострад на строительство нового завода по производству бумажно-гигиенических продукций в Калышской области. Рад сообщить, что мы очень близки к согласованию кредитного договора. Ожидается, что в мае будет подписано долговое соглашение и в результате Черноморский банк торговли и развития станет крупнейшим кредитором наших новых инвестиций в Россию с кредитной линией 75 миллионов евро. В то же время Черноморский банк торговли и развития предоставил корпоративный кредит для финансирования проектов в расширении космонент игры дочерней компании «Хаят Кемен». Соответствующие кредитные соглашения были подписаны для производственных операций космонент игры в деревообоббатывающей промышленности в румынских и болгарских филиалах. Завершая свое выступление, от лица компании хочу выразить благодарность Черноморскому банку торговли и развития за плототворное сотрудничество, которое способствует росту и развитию нашей компании на разных рынках этого региона. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, господин Митей. Я вопрос задам, если позволите. Во-первых, спасибо за русский язык, хорошо говорите. Вот это действительно так. Спрошу, для вашей компании, для других турецких компаний, скажите честно, что больше всего нужно от таких структур, как Черноморский банк и, например, российский экспортный центр? Это просто кредитование или вам нужны какие-то консультации, какие-то дополнительные услуги, вроде страхования, экспорта, что-то еще? Или все-таки это прежде всего кредитование, прежде всего кредитное плечо? Как вам помогают? Спасибо вам, что вы все делаете. Во-первых, мне кажется, что надо их обучать, потому что они пугаются сюда прийти. Я после России несколько раз у меня спросил, как Россия туда инвестировать. Я им сказал несколько раз, что надо туда инвестировать. Там очень современная страна. И отношения с Россией и с Турцией очень хорошие сейчас. Потом их надо обучать, мне кажется, и потом для вас больше возможности будет. Понятно. То есть нужно усилить и российскому экспортному центру, и Черноморскому банку информационную работу. Да-да. То есть больше о себе рассказывать и обучать, то есть образовывать, что они могут и как лучше выходить на российские рынки. Айдар Айдар Айюпович скажет два слова. То есть есть, да, такая проблема, как незнание того, что происходит в России у турецкого бизнеса. То есть вы подтверждаете, что говорит Митин Мете. Да, уважаемые коллеги, спасибо большое господин Мете Алексей Сергеевич. Прежде всего присоединяемся к благодарности господину Мете за такие откровения в пользу нашей страны. И действительно отличное знание русского языка и в целом культуры. Да, вы совершенно правы. Наверное, информационная подпитка, она очень важной здесь является. И мы в последние, значит, годы как раз активно работаем над развитием межрегионального и межмуниципального сотрудничества между двумя странами. И как раз идея заключается в том, чтобы и в большей степени и администрация наших регионов, и деловые ассоциации, и бизнес-круги больше презентовали возможности каждых отдельных регионов. Потому что и наша страна многогранна, и Турецкая республика по своему роду тоже отличаются от региона к региону. И в этом плане действительно важно проводить такую презентационную работу, информационную работу. Спасибо. Спасибо большое. Перейду к другому представителю бизнеса, который принимает участие в нашей сессии. Есть такая очень интересная компания, называется Hevel, российская компания. И, что самое интересное, она попадает в категории и инноваций, и, соответственно, сейчас очень модный тренд на экологию, то есть это экологичный бизнес. Солнечные панели она выпускает. Ну, во всяком случае, я знаю о том, что она солнечные панели точно выпускает, и ее представитель, вот сегодня в нашей сессии вместо Олега Шуткина участвует Анна Ларкина, Анна Юрьевна. Я вам бы слово сейчас передал, и хотелось бы, во-первых, услышать, насколько вам комфортно работать с теми структурами, в данном случае Черноморский банк и Российский экспортный центр, которые помогают развитию бизнеса вот в этом регионе. И, как вы видите, потенциал, во-первых, самого региона с точки зрения ведения бизнеса, ну и таких компаний, например, как ваши, схожих там по объемам, по направлению деятельности. Прошу вас, вам слово. Да, коллеги, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение поучаствовать. Мы, на самом деле, очень любим подобные мероприятия. К сожалению, вот Олег Игоревич не смог присоединиться, потому что тоже в полях у бою, тоже недалеко как раз от стран присутствия ЧБТР находятся сейчас. Почему мы любим такие мероприятия? Именно потому что, собственно, это действительно самая натуральная и самая органичная возможность обменяться с рынком и с профессиональным сообществом какими-то мнениями, статусом. И как никогда вовремя, на самом деле, вот данное мероприятие, потому что сейчас в моменте мы очень активно работаем именно над проектами в Греции. По уникальному стечению обстоятельств это проекты, расположенные на благодатной земле в Салониках в том числе. Так что очень надеемся, что скоро с вами пересечься именно в какой-то прям географической плоскости в данном случае. Поэтому мы очень открыты и к знакомству, и к аккумулированию информации, и всячески готовы погружаться в специфику стран Черноморского региона и так далее. И как-то вот глубже, интереснее проникаться регионам. Я вижу много, на самом деле, знакомых лиц здесь на этой сессии, но вот кто не знает, буквально пару слов о нас. Мы действительно ведущая вертикально интегрированная солнечная компания. У нас действительно есть завод по производству фотоэлектрических модулей. Один и, собственно, еще один завод сейчас находится на фазе стройки. Это будет вообще экспортно-ориентированное предприятие. У нас есть в том числе действительно наши солнечные электростанции успешно подпитывают энергосистему Российской Федерации и Республики Казахстан на текущий момент. У нас есть большой центр паниокров в Санкт-Петербурге, который, собственно, занимается развитием технологии, работает, усовершенствует ее. То есть получается, что Хевилл действительно охватывает всю производственно-сбытовую цепочку, начиная от НЕОКР, производства оборудования, ПС-подряды, энергоснабжения. Собственно, под ключ мы готовы заключать все эти отдельно стоящие процессы. На последние три года мы сделали колоссальный рывок в том, что касается экспорта и вывода нас именно как ведущей вертикально интегрированной солнечной компании на международной рынке. Мы здорово, как мне кажется, сделали очень красивый кейс по выходу на казахстанские рынки. За два года мы нарастили свой объем присутствия там до 350 мегаватт. Это довольно много. Для сравнения, у ЛИН у нас объем портфеля 1,8 гигаватт. Сейчас из них 1,1 построен. Это именно солнечные электростанции, которые вот прям построены, оперируют, подают электроэнергию в сеть. С Казахстаном нас поддержали тоже знакомые все лица. Это Евразийский банк развития, это РЭП, это Эксар. Однозначно могу сказать, что тот инструмент, который есть у РЭБа с Эксаром в части банк-то-банк финансирования, это абсолютно рабочая история. Мы закрыли порядка семи сделок. Механизм абсолютно рабочий. У РЭБа действительно широкий спектр, скажем так, банков, с которыми они имеют корреспондентскую сеть. И первым делом, выходя на какой-то новый рынок, мы, конечно, обращаемся в РЭП и спрашиваем, друзья, вот с кем, собственно, вы дружите. Давайте посмотрим на эти банки поподробнее. Возможно, у них, во-первых, нет скепсиса с точки зрения, не знаю, российских участников, потому что вот эта географическая история иногда тоже makes sense. Поэтому лучше это чекнуть, скажем так, на самом начале. И, конечно, безусловно, мы в целях обеспечения доходности наших проектов мы стараемся максимально использовать весь инструментарий, который есть и который нам доступен. То есть мы из тех экспортеров, которых не испугать обилием документации и прочей макулатуры на сбор. Мы с этим играючи справляемся. Мы готовы впоригаться и готовы, собственно, рассматривать разные опции, которые присутствуют для цели вывоза нашей продукции за рубеж. То есть в данном случае я говорю именно о PV-модуля, о фотовольтаической, скажем так, элементе. Мы их действительно направляем за рубеж. Мы за последние несколько лет можем сказать, что мы им приделали шильдик Bankable. Это тоже не без помощи как раз Росэксимбанка. И я так понимаю, Росэксимбанк здесь тоже рассматривается как партнер ЧБТР в части именно экспорта российской продукции. То есть наш модуль, он действительно обладает необходимыми гарантиями завода-производителя. Его признают сейчас даже локальные банки. Изначально мы тоже, скажем так, разбили скепсис, потому что изначально тоже были разные суждения на этот вопрос. Они устойчиво себя проявляют в разных географиях, преодолевают пыльные бури, там работают при плотном снежном покрове. То есть на самом деле очень хорошая сама по себе технология, и трек-рекорд уже есть соответствующий. Это нам облегчает, скажем так, работу с банками в разных регионах. С учетом успешного Казахстана, мы, безусловно, почувствовали азарт и желание экстраполировать этот удачный опыт на другие географии. И вот страны Черноморского региона, конечно, для нас представляют особый интерес. То есть мы уже последние два года пытаемся, скажем так, что-то сделать в Армении. Есть ряд сделок, над которыми мы работаем. Не так все просто. К сожалению, политические обстоятельства тоже немножко захолдили наши переговоры там. Болгария однозначно. У нас сейчас есть несколько живых тем в Болгарии, где, соответственно, мы тоже работаем. Солнечные тендеры в Албании также они есть. Но фокус, конечно, сейчас на Греции, потому что Греция у нас предодобрена на акционерном уровне. Мы собираемся там открыть офис. Для нас прям выход на эту географию принципиально. У нас сейчас есть несколько именно живых взаимодействий с девелоперами локальными. И, безусловно, там мы готовы обеспечить именно экспортную российскую составляющую, что, мне кажется, одно из самых важных. И как раз тоже заявить миру о своем продукте и на греческих берегах тоже. В части Греции вообще по Солару есть две такие довольно крупные истории, которые бы нам хотелось развивать. Во-первых, нам бы хотелось в части Греции оседлать волну все-таки PPA, то есть это именно договоров о поставке электроэнергии, где у тебя автейкером является какое-то государственное юрлицо. На самом деле весь мир уже уходит от этой истории. То есть новая реальность – это спот-рынок. Ты пришел, ты построил солнечную электростанцию, и ты продаешь электроэнергию в рынок. Банки немножко пока на это смотрят прямо, скажем, там с легким тремором и говорят, ну как же так, если ты поставишь электроэнергию, а вдруг не купят, а вдруг купят. Но это новая реальность. В Греции еще, соответственно, сохраняется история с PPA, и, конечно, нам бы хотелось попробовать успеть заключить наиболее банкуемую историю, ну потому что здесь, конечно, риски вообще минимальные, это квази-государственный риск. У тебя покупает какая-то, скажем так, государственная контора твою электроэнергию, покупает долго, то есть там 15-20 лет договор, и то есть здесь есть о чем говорить, для банков это обычно мега комфортно. И здесь, конечно, для таких проектов мы будем рассчитывать на помощь как раз финансовых институтов и ЧБТР в частности. ЧБТР, наверное, номер один там для наших проектов, номер один финансовый партнер, которого мы рассматриваем для цели финансирования проектов в Греции. Плюс проекты в Греции – это большие проекты. Там достаточно позитивно изменилось законодательство с точки зрения возможности строительства больших станций, 250 мегаватт плюс. И если ты готов собрать, скажем так, некий, сделать определенную, скажем так, домашнюю работу, собрать определенные разрешения, землеучастки и так далее, и так далее, ты вправе поддаться на конкурс, и у тебя там фаст-трек процедура. То есть ты по быстрой процедуре имеешь право получить тариф, ну и, собственно, дальше строить вот эту свою большую солнечную электростанцию. Мы довольно большой инвестор, мы на это готовы, мы сейчас делаем все необходимые препарации. Ну и плюс другая история – это, конечно, можно просто поучаствовать в тендере, там необязательно нести такие огромные проекты, но вот как бы нам интересен объем, нам интересно присутствовать, так присутствовать каким-то большим масштабом. Ну и другая история – это корпоративные PPA, то есть это тоже возможность заключить, собственно, PPA с каким-то крупным корпоратом, который будет у тебя покупать зеленую электроэнергию. Также есть гибридные решения. Короче, мы вот серьезно настроены на Грецию, и, честно говоря, это не красного словца для, а вот именно с учетом наших возможных дополнительных, не знаю, коллабораций с банком, мне бы хотелось еще раз это акцентуировать. Вот, что нужно от банков, но если вот тоже, да, экстраполировать на наш кейс те вопросы, которые вы задавали предыдущим спикерам, нужны долгие и долгосрочные кредиты, да, нужны. Нужны субсидии, да, нужны. Причем желательно, чтобы все-таки у РЭЦ бодрее работали, например, постэкспортное финансирование. Я знаю, что такой продукт есть, мы по-всяческому пытались, собственно, что-то заключить по этой фазе, не очень получилось, но мы очень любим сложные гибридные схемы, то есть, например, всегда можно было бы взять постэкспортный кредит там на нашего экспортера и сделать отсрочку платежа, и взять, например, кредит у ЧБТР с отложенным отдельным лимитом, да, то есть, например, который вступает в действие через 5 лет после вот этой отсрочки платежа. Вот такая схема была бы нам интересна, мы все мечтаем ее реализовать в каком-то, скажем так, регионе, потому что, конечно, к доходности проекта это приносит определенные цифры после запятой или, может быть, даже до запятой, вот, то есть, в данном случае это интересно. Мезонин, наверное, мезонин тоже, мезонинные деньги были бы не лишними, мы смотрим на это крайне позитивно на других географиях, отличных от Греции. И, наверное, последний пункт – ограниченный регресс, то есть, сейчас очень много где и на разных регионах мы смотрим на, там, так называемую схему sponsorship support agreement, то есть, какая-то история, связанная с ограниченным регрессом, а не полным регрессом, все-таки это немножко уже рудименная история. Как мы смотрим на других рынках, практически весь Solar финансируется либо на limited recourse basis, либо на вообще non-recourse basis. То есть, в данном случае, честно говоря, хотелось бы закупепастить самые бодрые практики рыночные и на наши солнечные проекты, потому что мы все-таки ребята, у которых за плечами там 50 плюс проектов, сделанных и реализованных, ну, и, собственно, у нас все best practices у нас, соответственно, есть в ресурсе. Ну, наверное, все, любые вопросы я задаю. Анна Юрьевна, спасибо большое. Ну, у меня вопроса относительно, там, знаете вы рынки или нет, совершенно нету, поэтому, наверное, какие-то компетенции ИРЭЦ и Черноморского банка, так сказать, чтобы вот сопровождать вас на каких-то рынках, они, наверное, не очень актуальны, раз уж вы уже и в Албании, и в Греции, и везде-везде. Вот, ну, а тогда спрошу за других. Ну, вот, если поставить себя на место других представителей бизнеса, ну, которые тоже потенциально готовы работать в странах при Черноморье, в чем сложность? Они просто тоже мало знают об этом регионе, потому что, действительно, и вот коллеги из ИРЭЦ говорили, но есть все-таки места, где, где, может быть, и больше могло бы наше экспортное присутствие быть. Как, на ваш взгляд, в чем проблема? Мы, действительно, этот регион, мне кажется, недооцениваем. Ну, смотрите, я думаю, сложности прям, возможно, есть сложности еще с точки зрения, знаете, вот то, с чем мы, например, сталкивались в некоторых регионах, отсутствие финансирования в локальной валюте, это серьезная история, потому что не везде это все, не все страны покрыты евровым финансированием, локальная валюта иногда проблематична, иногда она, правда, привязана к евро, и это как бы на самом деле все равно, в какой валюте ты получаешь, но, тем не менее, вот здесь есть определенные нюансы, связанные с вот такой локальной рамкой. Плюс, ну, конечно, это важный момент, как мне кажется, и вот то, что пандемия немножко от нас отодвинула, важно всегда десантироваться на территории, со всеми знакомиться, находить сразу все контакты необходимые, находить консультантов, находить банки, которые готовы тебя сопроводить. И вот эта история, связанная с тем, что мы временно были ограничены, например, от вот такой возможности высадиться и разобраться, она, конечно, немножко тоже ограничивала бизнес, хотя, конечно, онлайн много что можно сделать. Но круче, бодрее и лучше всего, конечно, это работает именно когда ты прямо на земле, ты за несколько дней умеешь, скажем так, сможешь оглядеться и сможешь найти и понять вообще, дуйбл, не дуйбл. А это очень важно понять с самого начала, потому что очень долго можно, скажем так, гулять вокруг какой-то одной темы, гулять вокруг какого-то одного проекта абсолютно бестолково, просто потому что, собственно, ты какой-то кусочек посмотрел, другой не посмотрел. Поэтому, мне кажется, важно действовать активно, важно не упускать момент. Вот, собственно, в контексте Греции для нас очень важно не упустить сейчас момент С учетом общего перехода рынка к спотовому маркету. В Болгарии уже все туда перешли, и сейчас как раз становится именно банковская сфера начинает работать. Мы разговаривали, например, с локальными банками. Более сложная история, связанная с поставкой электроэнергии на спот. Они говорят, да, это банкуемо, но они говорят, вот здесь, конечно, требуются более сложные креативные решения с точки зрения уменьшения леверджа, с точки зрения более суровых требований к кавенантному пакету. Но опять же, и даже это можно делать. И на самом деле очень здорово, когда ты находишься на становлении рынка и становление новых, скажем так, продуктовых линеек на этом рынке, и тоже прикладываешь к этому руку, и совместно с банками вырабатываешь оптимальное решение. Это очень здорово. Поэтому, на самом деле, всем желаю успеха, мне кажется, вот как раз вот в этой географии огромный, на самом деле, потенциал, и это очень важно, что вы устраиваете такие сессии, и мы друг друга слышим, и я уверена, что здесь будет блестящее будущее, особенно при поддержке там таких структур, как ЧБТР и РЭЦ. Спасибо большое, Анна Юрьевна. Ну, действительно, мне кажется, что призыв будет услышан, но, во всяком случае, мы для этого, ну, и вы сделали вот все, что можно. Спасибо, да. Если есть вопросы к кому-то из участников, вот, ну, в принципе, вы озвучили свои чаяния, то, ну, в принципе, задать их можно сейчас. Нету? Нет, Анна Юрьевна, нет у вас вопросов? А, у меня вопросов нет, наверное, нет, но я подумаю, если что, есть чат всегда, напишу. Я тогда пока, с вашего позволения, с позволения наших участников, к вопросам зрителей, которые наблюдают за нашим вебинаром, обращусь. Ну, здесь чисто такие практические встречаются вопросы, например, от ГУПа Московский эндокринный завод, крупнейший в России производитель медицинских масок, можно ли уточнить потребность стран Черноморского региона в импорте данной продукции, собственно, спрашивает Олег Витальевич Речкин, да, начальник отдела внешнеэкономической деятельности. Если коллеги располагают эту информацию, при том, что действительно в этом и в прошлом году тема, ну, куда как актуальнее, да, вот, наверное, актуальнее ничего сейчас не придумаешь. Может быть, специалисты банка скажут, мониторите эту ситуацию? Кто бы мог ответить? Леонид Леонид Леонидович, Лариса Николаевна, как вы думаете, или мне коллегам в РЭЦ перекинуть сей вопрос? Ну, я от вопроса, спасибо, Алексей, уклоняться не буду, вы знаете, это немножечко, скажем так, экспромтом, чуть-чуть за пределами наших функционала, потому что мы, ну, следим, конечно, за рынками, но не так детально, вот, поэтому мы могли бы взять время на проработку, просьба коллег скинуть контакты, я уже точно так же вот обошелся с коллегой в чате по удобрениям, и попробуем посмотреть, спасибо. Удобрениям вы уже, но я все равно озвучу вопрос. Конечно. Может быть, тогда, может быть, тогда вот этот же промазки коллегам из Российского экспортного центра, да. Да, Алексей, давайте я прокомментирую Кондаков, Никита, Российский экспортный центр. У нас есть соответствующая услуга, сервис, который можно оформить в электронном виде через нашу информационную систему, называется она «Мой экспорт», услуга называется «Поиск иностранного покупателя», компания заполняет анкету, вносит описание продукции, и в течение нескольких дней Российский экспортный центр с помощью своих каналов и с помощью торгового представительства Российской Федерации составляет, так сказать, список потенциальных клиентов, которые могут данную продукцию приобрести. Соответственно, данный список, конечно, это холодная проработка, но, тем не менее, это уже нечто, с чего можно начинать работать при выстраивании экспортной деятельности в конкретной стране. Поэтому предлагаю нашим коллегам из Московского эндокринного завода воспользоваться данной услугой, зарегистрироваться на нашем портале. Все очень просто, в электронном виде. И мы с радостью поможем с реализацией продукции. Спасибо, да, вот нашему участнику дискуссии. Да, я сейчас в чат просто ссылку на данную услугу, чтобы можно было легко ее найти. Да, да, ну вот процедура есть, поэтому, пожалуйста, да, туда, туда, и коллеги из Российского экспортного центра помогут почти в этом, не сомневаюсь. Также вот есть вопросик, который, на мой взгляд, ну, правда, вот Ленин тоже сказал, что даже связался, да, видимо, с этими задававшими вопрос коллегами. Компания «Урожай-21» является производителем жидких органоминеральных удобрений. Возможно ли оказание услуг на условиях софинансирования со стороны банка по регистрации удобрений в Турции? Говорит он «Спасибо». Ну, если вы озвучите, как бы вот, чтобы другие понимали, как этот инструмент работает. Если вы уже напрямую пообщались, это хорошо, но так, чтобы вот слышали и другие, что там «Да, работает» или там «Нет, пока мы не можем». Леонид Леонидович, ну вот скажите, пожалуйста. Ну, если мы говорим про удобрения, это тоже вопрос, который нуждается в проработке, это вопрос технический, поэтому я предложил коллеге дать более развернутое предложение, свои контакты, мы с ним уже за полями вот сегодняшнего вебинара обязательно свяжемся и поговорим. То есть, как бы, да, но там всегда важно смотреть детали? Ну, дьявол всегда в деталях, конечно. Нам надо понять, на каком этапе они находятся, прежде всего, да, это же вопрос-то технический. Спасибо. Спасибо, да. Я призываю наших участников дискуссий, которые наблюдают, которые вот не являются выступающими на панели, пожалуйста, задавайте вопросы. Здесь уже в сообщениях сказано, что какие-то материалы, которые вот были в качестве презентации, будут и на почту разосланы, и, соответственно, вы можете по призыву российского экспорта, экспортного центра и Черноморского банка все свои вопросы задавать коллегам, они все открыты. Здесь, наверное, можно резюмировать уже то, о чем мы сегодня проговорили. То есть, есть у нас инструменты, они вполне рабочие, есть определенные требования, и есть, ну, наверное, кое-какие сложности, которые при выходе на тельные рынки, конечно, возникают у всех. Рынок надо знать, в рынке нужно иметь, ну, какую-то опору надежную в виде вот таких партнеров, которые могли бы рассказать о том, что и как делать на том или ином рынке. В данном случае здесь нужно не забыть и торговое представительство, которое есть в разных странах, но в данном случае у нас в сессии участвует представитель торгового представительства в России, Айдар Гашигулин, ну, вот такие же представительства в других странах тоже вам будут помогать. Ну, и, соответственно, конечно, спрашивайте у своих коллег, которые уже работают на рынках. Вот Митин Мете говорит, что своим турецким товарищам, коллегам, бизнесменам рассказывает и о российском рынке, что, наверное, тоже нужно использовать как инструмент. В таком смысле агенты влияния, они, конечно, нужны. Хорошо работающий в России предприниматель расскажет другим своим коллегам, что здесь работать в России безопасно, а мы точно так же будем рассказывать, что хорошо работать в Турции, в Греции, в Болгарии, в Румынии, в тех странах, которые попадают в это понятие при Черноморье и могут быть объектами финансирования для таких структур, как Черноморский банк торговли и развития. Я еще раз уже, наверное, резюмирую нашу дискуссию. Если пока вопросов нету, скажу, что, да, вот появляется вопрос, участвует ли в финансировании банк, имеется в виду Черноморский банк, например, мезонимные, об этом говорила Анна Юрьевна, МНД сделок, стратегии компании, которые подразумевают развитие экспортного потенциала. Если вы ответите на этот вопрос, будет хорошо, это я уже к коллегам из банка обращаюсь. – Постараемся, конечно. Для нас это одно из важнейших направлений работы, потому что это наш мандат – поддерживать экономическое взаимодействие между странами, поэтому мы сделки МНА можем, естественно, финансировать. Формы надо уже конкретно выбирать. К мезонину мы относимся осторожно, но готовы смотреть. – Спасибо. – Осторожно, потому что инструмент такой специфический. – Ну, мы не очень любим большие риски, но, опять же, я говорю, что достоинства сделки могут это все перевесить. – Так что тоже, пожалуйста, это я вот коллегам, задававшим вопрос, развернутое предложение, направляйте, все будет услышано. Вот. Ну, наверное, тогда с вопросами, пожалуй, все. Чтобы сильно не затягивать и не натягивать положенное время, мы договорились до часа проработать, но раз уж мы на все вопросы ответили, я, пожалуй, здесь резюмирую своими двумя словами. Первое, как, во-первых, представитель средств массовой информации, то есть активно работающего информационного поля, могу сказать, знаете, как вот, это не недостаток, это, скажем так, потенциал для развития. Ко всем институтам развития это относится, ко многим банкам, которые специализируются на каких-то отдельных направлениях и так далее. Конечно, о себе нужно больше рассказывать, это там пожелания, здесь это мы всячески готовы к сотрудничеству, и здесь тоже подставление плеча имеет место быть. Приезжая в тот или иной регион, разговаривая с теми или иными представителями бизнеса, малого, среднего, ну, там, с крупным, наверное, ситуацией отдельная, всегда от них, или часто от них слышишь, что они не знают о том или ином инструменте, не знают о том или ином институте, не знают о том или ином, о той или иной мере поддержки от государства или от какого-то института, специализирующегося на том виде деятельности. Поэтому здесь, конечно, нужно рассказывать о себе больше, не стесняться, и я во всячески к этому призываю. Пока я вот тут формулировал завершающую речь, вернее, выходил на нее, появился еще один вопрос, я его, с вашего позволения, тоже зачитаю, раз уж все равно мы в рамках нашей сессии еще работаем. На стадии банкротства, финансирования покупок, прав, требований через торги и покрытие иных требований из РТК, при этом стоимость активов будет в разы выше суммы долга. Это, видимо, как вопрос, да? Я правильно понимаю. Если кто-то из коллег понял смысл его, пожалуйста, прокомментируйте. То есть есть ли какое-то введение, помощь вот на этой стадии? Наверное, в этом вопрос. Да вопрос понятен, спасибо большое, но он, опять же, носит технический характер, поэтому, мне кажется, было бы самым продуктивным отдельно рассматривать его. Коллеги, давайте спишемся, оставьте свои контакты, поговорим. Все эти вопросы, видите, попадают абсолютно в точку, но нужны подробности, поэтому не стесняйтесь, выходите на контакты с Черноморским банком развития торговли и с Российским экспортным центром, ну, коллеги вам всячески помогут. Вот, регион интересный, регион в известной степени, так сказать, информационно недооцененный, а экономически вполне себе развитой, поэтому работайте в этом регионе. Есть инструменты, есть организации, которые в этом помогают. Они, еще раз скажу, эффективны, ну, может быть, о них нужно больше рассказывать. Такие мероприятия, в том числе способ донести до бизнеса информацию такого рода, поэтому всячески готовы в таких мероприятиях участвовать и вас к этому призываем. Наверное, здесь все-таки буду резюмировать. Большое спасибо скажу всем нашим участникам, ну, и, естественно, нашим гостям и тем, кто наблюдал за этой дискуссией, от себя скажу, что было интересно. До новых встреч. На этом с вами прощаемся. Спасибо за внимание. Считаю, наш вебинар для российского бизнеса здесь завершенным. Спасибо. Спасибо.